МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что делать, если вы обнаружили у себя коронавирус? Сайт СтопКоронавирус дал разъяснение, куда обращаться при появлении симптомов. Врач из поликлиники обязан прийти, если у вас температура свыше 37,2, кашель, заложенный нос, проблемы с дыханием, одышка, боли в груди, слабость, головная боль, потеря обоняния. По закону, посетить больного доктор должен в течение 24 часов. Звонить в скорую нужно, если вы чувствуете, что состояние ухудшается, а ждать врача на дом еще долго. Поводом для звонка могут стать повышение температуры свыше 38,5, боли в груди, нехватка воздуха. В зависимости от симптомов и тяжести состояния к вам могут присылать скорую в течение 20 минут, неотложку в течение 2 часов, или врачи от поликлиники в течение 24 часов. Прибывшие медики по правилам должны задать вам вопросы о симптомах, наличии хронических заболеваний и аллергических реакций, осмотреть кожу, нос, горло, послушать легкие и сердце, и измерить температуру, пульс, давление, частоту дыхания, уровень кислорода и сахара. Если эти правила нарушаются, можно позвонить на единую горячую линию по коронавирусу 8 800 21112. Также можно обратиться к своему страховому представителю по ОМС. За сутки в России зафиксировали еще 17 347 новых случаев заражения, 376 в Нижегородской области. В Сарове с пятницы заболели еще 210 человек. Из тех, кто госпитализирован, 138 человек в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом. Популярность онлайн-образования бьет рекорды. По данным платформы GetCourse, на которой размещают дистанционные курсы сотни школ, ежемесячные продажи исчисляются миллиардами рублей. Число пользователей, которые пытаются организовать собственные курсы, увеличилось на 30%. Как не запутаться во всем многообразии предлагаемых услуг? На что обратить внимание и как распознать мошенников? Расскажем далее. В пандемии режим самоизоляции привели к настоящему буму в сфере онлайн-образования. Из-за страха оказаться невостребованными, люди думают, как развиваться дальше. Поэтому те, кто остался без работы, или решил не дожидаться тяжелого разговора с начальником, начинают изучать интернет-маркетинг, актуальные языки программирования и визуальный дизайн. Отличное предложение. СММ-специалист с нуля. Зарплата начинающего специалиста от 50 тысяч рублей. Запишусь. Стоп. А вот так делать не надо. Желание быстро получить модную специальность и начать зарабатывать, скорее всего, приведет к обратному результату. Выбор новой профессии, тем более в зрелом возрасте, это очень важное решение, которому стоит подойти со всей серьезностью. Перед выбором, каким способом получить новое дополнительное образование, повышающее вашу квалификацию, важно понять, насколько вы готовы к этому вызову. Ведь любой курс потребует от вас значительной включенности, траты времени и наличия специальных условий, которые позволят погрузиться в содержание, пройти на должном уровне все проверочные занятия и познакомиться с дополнительной информацией по теме курса. Для того, чтобы разобраться, какой тип образования вам больше подходит, можно провести небольшой эксперимент. Найти в свободном доступе бесплатный курс по интересующей вас специальности и попытаться его пройти. А потом честно себе признаться, готовы вы к самостоятельному обучению или нет. Второе, на что стоит обратить внимание, это на требования, которые предъявляются к любому образовательному курсу. То есть вам нужно определиться, насколько эксперты курса действительно являются практиками в своей области и посмотреть, какую часть из своих знаний они через курс передают. Для этого перед выбором курса стоит изучить отзывы. Лучше всего о тех, кому доверяете, друзей и знакомых. Если таких людей в вашем окружении нет, почитайте, что пишут в интернете. Предпочтение стоит отдать детальным разборам, в которых дают не просто общую оценку курса, а рассматривают каждую из его составляющих, глубину подачи материала, формат занятий и самое главное – качество проверки домашних заданий, с помощью которых ученики закрепляют полученные знания на практике. И третье, самое главное – важно адекватно представлять востребованность полученной специальности на рынке труда. К сожалению, обращаясь к разным площадкам, мы видим, что там присутствуют достаточно оптимистические обещания, связанные с будущей востребованностью, с гарантией трудоустройства. Но если оценить действительное количество вакансий по этим специальностям, окажется, что конкуренция в этих отраслях достаточно высока. Оценить реальные, а не рекламные перспективы выбранной специальности вам помогут рекрутинговые сайты. На этих ресурсах вы сможете не только получить представление о потребностях рынка, но и узнаете, какие требования работодатели предъявляют соискателям и сколько на самом деле готовы им платить. Брошенный автомобиль может отправиться на свалку. Департамент городского хозяйства рекомендует владельцу «Газели», припаркованной в районе дома номер 27 по проспекту Музруково, убрать свою машину до 13 ноября. Иначе автомобиль эвакуирует на платную автостоянку, а затем утилизирует. Подробности по телефону 9 90 39. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Разный сценарий обучения школьников после каникул рассматривают в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин. По его словам, приоритет отдают очному обучению в школе. При этом родители могут перевести ребенка на дистанционное обучение. Осенние каникулы в нижегородских школах продлятся до 4 ноября. Вышел новый клип проект «10 песен победы» в поддержку международного музыкального марафона «Великие песни Великой Победы». В этот раз музыканты из закрытых городов Росатома, Москвы и Крыма исполнили знаменитую песенку фронтового шофера. В записи ролик приняли участие соровчане Александр Курносов, Глеб Дементьев и Анастасия Кох. Проект «10 песен победы» реализует при содействии программы «Территория культуры Росатома» и «Россотрудничество». Всероссийская акция «Ночь искусств» в этом году пройдет в онлайн-режиме 3 ноября, сообщает пресс-служба губернатора. Нижегородцы смогут легко присоединиться к акции, не выходя из дома. Для этого нужно только посетить портал культура.рф, его официальные аккаунты в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники» и на страничке «Культурно» в ТикТок. Там будут транслировать самые интересные события «Ночи искусств» для зрителей старше 16 лет. Два автомобиля столкнулись с Сорови утром 25 октября. ДТП запечатлело камеры наблюдения, установленные на прикрестке улиц Менделеева и Советской. Легковой автомобиль протаранил Рено, который медленно поворачивал налево. От удара второй автомобиль перевернулся. Машины получили серьезные повреждения. Также в ДТП пострадала женщина-водитель Рено. Медики оказали ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Неизвестный взломал замок и похитил из одного из гаражей в 29-м кооперативе четыре колеса на литых дисках, сварочный аппарат, перфоратор и компрессор. Ущерб данной кражи составил около 45 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса кражи. Из спортивного магазина злоумышленники похитили товары на сумму около 22 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено два лица, причастных к совершению преступления. Мужчина и женщина, которые украли из торгового зала две зимние куртки. На дорогах за минувшую неделю произошло 9 ДТП, в трех пострадали люди. На южном шоссе водитель «Шевролей» на высокой скорости въехал впереди движущуюся машину. Виновник аварии управлял автомобилем, будучи лишенным прав. В результате ДТП пассажир 86-го года рождения автомашины «Шевроле» получил телесное повреждение в виде ушиба мягких тканей лобной области справа. А пассажир этой же автомашины 98-го года рождения получил телесное повреждение в виде подозрения на сотрясение головного мозга и подозрения на перелом костей носа. После осмотра очами КБ-50 оба отпущены домой. Сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам, что из-за ухудшения погодных условий необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также поменять резину на автомобиле на зимнюю. Саровченко стала победительницей конкурса «От истоков до наших дней». Мария Кяшкина, выпускница школы номер 10, подготовила творческие работы в технике пирографии. Изображения Серафима Саровского и первоначальников Саровского монастыря. Ее руководителем был учитель технологии Газинур Габдулин. Подробнее в следующем репортаже. Мария Кяшкина 6 лет работает в необычной технике пирографии. Это искусство выжигания по дереву. Ее привычные инструменты не кисть, холст и краски, а тонкая раскаленная игла и дощечка. Мария написала много работ на религиозную тему. Так, в технике пирографии она создала серию портретов всех 16 патриархов московских и всей Руси. Я стараюсь выжигать сначала быстро, чтобы не было прожогов и чтобы поверхность была максимально одного тона сначала. Многие ошибаются и получается не очень хорошо. На суд жюри в номинации авторское изделие Мария отправила портреты Серафима Саровского, а также первоначальников Саровского монастыря Назария и Ионы. Отыночная комиссия предположила, что для написания икон художнице нужна специальная подготовка и благословение священнослужителей. Если бы это было так, то я, конечно же, наверное, сходила бы в церковь, взяла благословение у батюшки, чтобы сделать какую-то икону. Но нет, это лишь мое видение на работу. На мой взгляд, это всего лишь копия работ, которую я выполняю. С техникой пирографии Мария познакомилась в пятом классе на кружке по выжиганию. Секцию основал 20 лет назад учитель технологии Газинур Габдулин. В основном дети младшего звена любят заниматься с животными в природе, больше тянутся к природе. Поэтому очень много картин выживает на тему животных, хищников, млекопитающих, рыб. Ну и затрагивают именно тематику природы. Там лес, рощи, деревья и так далее. Ученики не оставляют своего увлечения и после окончания школы. Мария сейчас ищет для себя новый стиль выжигания. Она хочет уйти от портретного жанра и религиозной тематики. В будущем художница планирует устроить свою персональную выставку. Встреча аутсайдеров. Футбольный клуб Саров провел очередной домашний матч. Соперником нашей команды стал Шор-8 из Нижнего Новгорода. Из-за коронавирусных ограничений зрители на игру не пустили. О том, как проходил матч, расскажем в следующем репортаже. Обстановка на стадионе Икар накалялась с каждой минутой матча. Первый тайм вышел насыщенным на события и закончился ничьей со счетом 1-1. Вначале команда Саров взяла инициативу в свои руки. Но уже к середине тайма получила неприятную контратаку и пропустила гол. К концу все-таки удалось отыграться и отправить мяч в ворота соперника. Ошибок явных много. Мы страдаем тем, что элементарные передачи у нас не доходят. Не говоря уже о длинных, средних передачах. Поэтому все это сказывается на том, что картина и рисунок игры портятся и не смотрятся со стороны. В перерыве наша команда обсудила с тренером итоги первого тайма и решила не менять стратегию игры. Продолжать нападение и наращивать темп. Владеем преимуществом. Должны реализовать свои моменты в втором тайме и принести победу болельщикам. Второй тайм голами не радовал. Команды периодически перехватывали друг у друга инициативу. Однако игра закончилась все с тем же счетом. 1-1. Конечно же мы рассчитывали на победу. Хотели выиграть. Потому что соперник с нами рядом находится в стороне таблицы. И на сегодняшний момент мы на каждую игру настраиваемся на победу. Поэтому не получилось. Где-то не доработали. По указу губернатора зрители на матч не пускали. Однако преданные фанаты футбола не могли оставить свою команду без поддержки. И наблюдали за игрой через ограждение. Нововведения, касающиеся полисов ОСАГО, появляются с завидной регулярностью. Последнее из них – оформление автостраховки через специальные финансовые платформы – маркетплейсы. Проект пока находится в стадии обкатки. Поэтому водители оформляют автогражданку на сайтах страховых компаний или в офисах. Выгодные условия автострахования в Сарове предлагает автосалон «Саров Моторс». Полисы ОСАГО становятся все более индивидуальными. Но схема расчета страхового полиса ОСАГО осталась прежней. Она складывается из базовой ставки тарифа, умноженной на коэффициент. Одни из последних нововведений коснулись тарифного коридора. Тарифный коридор расширен на 10% вверх и вниз. Сейчас он находится в пределах от 2471 рубля до примерно 5336 рублей. То есть в рамках этого тарифного коридора страховые компании сейчас могут сделать скидку, например, аккуратным автовладелецам или сделать надбавку аварийным водителям. То есть теперь у каждого водителя персональный тариф, который зависит от целого ряда факторов. В частности, от количества грубых нарушений правил дорожного движения. Риск-профиль – это условное название для индивидуального досье водителя, который ведут страховые компании. Риск-профиль складывается из нарушений правил дорожного движения, например, или правил эксплуатации автомобиля, наказаний за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и так далее. То есть из этого складывается риск-профиль, и из этого риск-профиля уже формируется тариф индивидуальный для каждого водителя. Автосалон «Саров Моторс» предлагает своим клиентам комплекс услуг по автострахованию. Купить новую машину, застраховать ее и в случае ДТП здесь же отремонтировать. Либо оформить автогражданку на имеющийся автомобиль, а при наступлении страхового случая в их мастерской заменить запчасти. То есть водителю не надо тратить время на поиск фирм, которые занимаются ремонтом. Все делается в одном месте. Кстати, заказать детали можно здесь же. Опытные менеджеры проконсультируют клиента по вопросу цен и поставщиков. При поступлении товара в магазин менеджеры сначала проверяют все детали на наличие брака. Если выявляют недостатки, то отправляют запчасть обратно. Потом уже звоним клиенту, что запчасть пришла. Переключаем по многоканальному нашему телефону уже с мастерами, которые уже обсуждают, когда удобнее клиенту приехать будет к нам на ремонт. По своему усмотрению клиент может заказать оригинальные или неоригинальные запчасти для ремонта своего автомобиля. При установке деталей в автосервисе предоставят гарантию. Кстати, сейчас в автосалоне «Саров Моторс» действует акция. При покупке комплекта шин и дисков, шиномонтаж и балансировка колес в подарок. Автосалон «Саров Моторс» находится на улице Димитрова, дом 52. Телефон 67722. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин